Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net Геометрия 10 и 11 класса Таносян, задание 389 Нам даны две скрещивающиеся прямые Пусть это будут прямые А и Б Давайте сразу их изобразим На прямой А отметим три точки А1, А2, А3 Запишем это так А1, А2, А3 Лежат на прямой А И точки В1, В2, В3 Вот они лежат на прямой В Отметим эти точки Причем выполняется вот такое равенство Вектор А1, А2 Равен К Умножить на вектор А1, А3 А также вектор В1, В2 Равен К Умножить на вектор В1, В3 И нам нужно доказать Что прямые А1, В1 Давайте эти прямые изобразим А1, В1, А2, В2, А3, В3 Что они параллельны некоторой плоскости Давайте так и запишем А1, В1 Параллельны плоскости альфа А2, В2 Тоже параллельны плоскости альфа И А3, В3 А3, В3 Тоже параллельны плоскости альфа Ну, глядя на рисунок Мы можем записать вот такое равенство Вектор А1, В1 Можно представить как сумму векторов А1, А2 А2, В2 И В2, В1 Запишем это Итак, вектор А1, В1 Равен сумме векторов А1, А2 Плюс Вектор А2, В2 И плюс В2, В1 Преобразуем это равенство Запишем его так А1, В1 Оставим без изменений А в правой части запишем так А1, А2 Плюс А2, В2 Вектор А вектор В2, В1 Заменим на противоположный Но тогда нам нужно записать минус В1, В2 Теперь С другой стороны Вектор А1, В1 Можно представить как сумму других векторов А1, А3 А3, В3 И В3, В1 Запишем это А1, А3 Плюс А3, В3 И плюс В3, В1 Это равенство мы тоже аналогичным образом преобразуем В левой части А1, В1 Оставим без изменений Так, А1, А3 А1, А3 Вектор И вот получили два таких равенства А теперь мы сделаем так Мы еще раз перепишем первое равенство без изменений Для удобства мы это сделаем А1, А2 А2, А, В2 И минус В1, В2 Вектор А второе равенство мы умножим на число минус К При этом, поскольку минус К Это просто некое число И если мы и левую и правую часть этого равенства умножим на минус К То знак равенства не изменится То есть наше равенство сохранится Приобретет оно вот такой вид Равенство равенство равно минус К А1, А3 Минус К А3, В3 И плюс К В1, В3 Вот А теперь мы два эти равенства сложим по членам В левой части получим вектор А1, В1 минус К На А1, В1 Если мы вектор А1, В1 вынесем То получим 1 минус К Умножить на вектор А1, В1 Это будет равно Теперь складываем А1, А2 и минус К А1, А3 Учитывая равенство, которое нам дано в условии Сумма двух этих векторов будет равна нулевому вектору Потому что А1, А2 вектор равен К А1, А3 Дальше Плюс Дальше складываем А2, В2 Дальше запишем Минус К умножить на А3, В3 И теперь вектор минус В1, В2 И плюс К, В1, В3 Учитывая равенство, которое нам дано в условии Это тоже сумма этих двух векторов Тоже будет нулевой вектор А теперь мы это равенство Левую и правую часть этого равенства Разделим на 1 минус К Давайте вот так запишем Здесь, конечно, нужно записать, что К не равно 1 Этот случай мы рассмотрим позже Если мы разделим, то получим Вектор А1, В1 Равен Единица делить Делить на единица минус К И умножить на вектор А2, В2 И минус К Делить на единица минус К Умножить на вектор А3, В3 Но эта запись что обозначает? Она означает, что мы Вектор А1, В1 Представили в виде разложения По векторам А2, В2 и А3, В3 С некими коэффициентами А это значит, что по признаку Компланарных векторов Векторы А1, В1 А2, В2 И вектор А3, В3 Компланарны Компланарны А значит, они лежат в одной плоскости А поскольку для любой плоскости Мы можем построить в пространстве Плоскость параллельную для нее То обязательно найдется плоскость Которая параллельна плоскости В которой лежат все эти компланарные векторы А следовательно мы найдем такую плоскость Которые параллельны каждая Из прямых А1, В1 А2, В2 А3, В3 Ну и теперь мы рассмотрим Случай, когда К равно 1 Если К равно 1 То это значит, что векторы А2, В2 Ну вот так запишем А2, В2 И А3, В3 Совпадают А3, В3 Совпадают Но тогда Из этого следует все равно Что векторы А1, В1 И А2, В2 Ну так запишем А1, В1 И А2, В2 Они все равно компланарны Так как любые два вектора Компланарны Их можно расположить так Отложить от одной точки Что они будут лежать в одной плоскости Но и в этом случае Если векторы лежат в одной плоскости То всегда найдется плоскость α Давайте так запишем И в этом случае найдется плоскость α Такая Что прямые А1, В1 Будет параллельно этой плоскости Точно так же Как и А2, В2 Параллельно α И А3, В3 Параллельно плоскости α Что и требовалось доказать Задание выполнено И если вам понравилось видео Не забудьте поставить лайк А если у вас появились вопросы Пишите в комментариях